Первая книга царств, глава пятнадцатая И собрал Саул народ и насчитал их в Телаиме двести тысяч Израильтян перших и десять тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киньянам, — Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом, и Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое. — Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слово моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил накормил, и там поставил в себе памятник и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, — Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, — А что это за влияние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? — И сказал Саул, — Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, — Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, — Говори. И сказал Самуил, — Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, — Иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их? Зачем же ты не послушал глаза Господа, и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу, — Я послушался глаза Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя амаликитского, а амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и валов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Голгале. И отвечал Самуилу, — Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу, — Совершил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. — Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. И отвечал Самуил Саулу, — Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, — Ныне отторг Господь царство израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, — Я согрешил, но почти меня ныне предстарейшими народа моего, и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил, — Приведите ко мне Агага, царя Амаликидского. И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг, — Конечно, горечь смерти миновалась. Но Самуил сказал, — Как меч твой, жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Голгале, и отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиу Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем.